Я спикерство выбрала как главный и единственный инструмент для того, чтобы проявляться. Все сработало. Спикерство для любого предпринимателя – это очень крутой рычаг. Этим надо заниматься. Возникла идея о том, что вокруг себя собрать людей, экспертов, которые так же, как я, хотели бы публично проявляться. Организаторы хотят видеть тех, кто делает, а не тех, кто просто говорит о том, как надо делать. Когда бизнес проявлен, происходит вот та магия. То, что хотели бы люди слышать. С вами Мария Азаренок. Сегодня у меня на канале одна из моих любимых рубрик. У нас есть человек, вовлеченный, увлеченный своей темой, эксперт, профессионал, предприниматель. И у нас есть его личный бренд, и есть его путь. И я хочу сегодня вам показать за кулисью, как рождаются проекты, как рождаются миссии, как вообще в принципе человек выбирает себя в лучшей версии себя. Татьяна Винокурова сегодня у меня в этом выпуске, и мы говорим про спикерство, но с другой стороны. Таня, привет. Маша, привет. Ну давай начнём сразу за кулисью. Давай. То есть ты здесь не случайно. Мы с тобой знакомы сколько лет? Много. Много мы знакомы, но особенно близко мы познакомились с тобой именно в прошлом году. В 2023 году я прилетела в Петербург, мы пошли обедать, и итогом этого обеда стала твоя очень сильная задумчивость. Чем я тебя погрузила тогда в эту задумчивость? На самом деле каким-то внешним таким свежим взглядом на то, что я делаю, те масштабы, с которыми мы работаем. И ты-то, с тебя со стороны, сказала о том, что хватит сидеть в песочнице, это твоя была ключевая фраза, пора выходить на всю Россию. Я глубоко убеждена, и вы наверняка уже смотрели предыдущие выпуски, понимаете, что спикерство для любого предпринимателя – это очень крутой рычаг. И если вы сегодня его не используете просто потому, что вы просто не умеете это делать и не понимаете ценности, ну вот если вы посмотрите предыдущие выпуски, то вы поймете, что этим надо заниматься. И вот то, что ты делаешь на рынке сегодня, это реально уникально. Потому что вот я не знаю другой системы, в которой человек может не просто получить ораторские навыки, не просто там, не знаю, в какой-то там баттл поединке ораторского искусства, да, а именно получить процесс под ключ от запроса «хочу стать спикером» до конкретных площадок, на которых он начинает выступать с понятной спикерской карьерой, которая усилит его бизнес. То есть сегодня это абсолютно уникальная история, которая происходит в ассоциации «Голос бизнеса». Но, опять же, вот за кулисьей работы, давай начнем с того, что как ты вообще в принципе в эту тему пришла? То есть откуда появилось спикерство в твоей жизни? Спикерство в моей жизни появилось тогда, когда я приехала из Казахстана в Санкт-Петербург и поняла о том, что у меня в Петербурге ноль социального капитала. И мне в Санкт-Петербурге нужно громче всех сказать о том, что я лидер рынка, и тогда мы делали консалтинг, да, ну то есть я делала консалтинг, у меня была микрокоманда, и мне нужно было про консалтинг говорить громко. И я спикерство выбрала как главный и единственный инструмент для того, чтобы проявляться на рынке Санкт-Петербурга сначала. Да, и я максимальное количество выступлений, да, то есть я могла выступать два раза в день для того, чтобы в Петербурге заявить о себе и сказать о том, что я консалтер, да, я консультант, я могу построить вам там, да, управсистему управления, я могу построить отдел продаж, помочь там обучить ваших менеджеров, да, это вот такая вот история. Ну, судя по всему, всё сработало. Всё сработало, да. Я так перестаралась, да, так старалась, что перестаралась, да. И тогда спикерство случилось более масштабно, и тогда я поняла о том, что это классный инструмент, и почему нужно сидеть только в Санкт-Петербурге, быть локально в Санкт-Петербурге. И я вышла за пределы Санкт-Петербурга, и случилось 40 плюс городов, в которых я выступала на предпринимательскую аудиторию, где точно так же говорила о том, что я консультант, что у меня есть консалтинговая компания, привлекая внимание к себе. В общем, давай так, на абсолютно пустом рынке, имеется в виду, не знающем тебя, ты через спикерство создала устойчивый спрос. То есть ты себя продавала. Продавала свои услуги, свою команду через спикерство. Совершенно верно. Отлично. Ну, продавала бы и продавала. Зачем ассоциацию-то делать? Так или иначе, я взаимодействовала с организаторами. И как у меня происходило? Организатор приглашает меня на мероприятие. Я выступаю, организатор говорит, на следующее мероприятие мы вас хотим, Татьяна. И дайте-ка нам рекомендации, кого из коллег вы можете порекомендовать на следующее мероприятие. У нас там такой-то форум, например, бизнес-форум. Дайте маркетолога, дайте, например, специалиста по таргетированной рекламе, дайте специалиста по бухгалтерии, дайте специалиста по импортозамещению. Любые специалисты. Они начали спрашивать у меня. Я рекомендую своих коллег, которые рядом со мной в орбите, и говорю, что вот, я могу порекомендовать Олега, я могу порекомендовать Анастасию. И так или иначе, организаторы постепенно все больше и больше задавали мне вопрос, а кого я могу порекомендовать. И у меня один раз случился инсайт. Я была в Казахстане, тренировала большую фармкомпанию, проводила еще тогда тренинги по продажам. Мне организатор написал с запросом для того, чтобы на следующее мероприятие интегрировать туда каких-то спикеров, и спросил вот эти тематики. Я впервые сказала, что нет, у меня нет таких специалистов, у меня нет таких экспертов, я не могу никого порекомендовать. И здесь возникло ощущение, почему я, своего организатора, с которым я работаю, и он не доверяет, не могу никого порекомендовать. Это неправильно. И тогда возникла идея о том, что вокруг себя собрать людей, экспертов, которые так же, как я, хотели бы публично проявляться. А они были, они уже смотрели за мной, наблюдали, говорили, а как мне сделать так, чтобы я тоже выступал. И так или иначе, многих вот этих предпринимателей, экспертов я подтянула вместе с собой, условно, являясь локомотивом, да, паровозиком, который двигается вперед и подтягивает этих специалистов. Открою вам небольшое закулисье, сразу раскрою все карты. В прошлом году мы с Таней работали, это мой клиент из личной работы, по стратегии личного бренда. Под этим видео будет ее подробный кейс про то, как шел этот процесс. А вот здесь я хочу тебя так спросить, чем для тебя было полезно взаимодействие со мной в этом вопросе? И что такое новый уровень, чем вот спикерская ассоциация, ну, скажем, прошлого созыва, отличается от спикерской ассоциации этого года, той, к которой мы пришли с тобой в рамках работы? Ну, для меня работа с тобой – это трамплин однозначно. И да, у меня главный запрос был в том, что я делаю разные проекты, есть консалтинг, есть ассоциация, есть еще проекты, которые я развиваю. Но они разрознены. Я понимаю, что я идеолог, я понимаю, что я внутри, что я в центре, и вокруг меня эти проекты, но они каким-то образом как будто бы не связаны между собой. И мы, на самом деле, случилась там магия в работе с тобой, когда мы поняли о том, что у меня есть зонтичный бренд, под которым выстроены экологично абсолютно в экосистему все эти проекты. И так или иначе они работают с предпринимательством, так или иначе они помогают бизнесу проявляться, становиться сильнее, развиваться. Все проекты нацелены на это. И для меня это, на самом деле, было большое-большое открытие. Оказывается, зонтичный бренд, разные проекты, но все они направлены на одно, на помощь, на развитие малого и среднего бизнеса. Да. Мы в процессе работы обнаружили, что у нас у обоих есть одна категория, скажем, клиентов, которым нам важно служить. Потому что то, что эксперт, который строит личный бренд, становится спикером, или, опять же, он строит личный бренд, становится спикером, это достаточно понятно, да, вот мы с тобой обе были в этих статусах. Но вот, например, для традиционного предпринимателя, который не эксперт, который предприниматель, владеющий результатом в своем деле, он создал, допустим, инфраструктуру, он занимается управлением, он развивает какой-то регион, какой-то рынок, какую-то нишу. И он не считает себя экспертом, он просто делает дело. И вот, опять же, именно поэтому они часто, эта аудитория, не считают важным выходить через личный бренд, вообще заниматься личным брендом, и не считают важным становиться спикерами. Да. Да? И вот эта история, что мы поняли, что мы хотим усиливать именно эту группу предпринимателей, помогать им становиться видимыми. Я через стратегии, Таня через то, что они появляются на сценах и начинают выступать, и через это привлекать ресурсы сотрудников, инвесторов, СМИ, партнеров будущих и так далее, какие-то коллаборации. Это очень круто. Ну и мои клиенты, с которыми я работала в консалтинге, так или иначе стали подтягиваться, и я их начала выводить на сцену. То есть я так одного клиента своего, другого клиента, но это не было системой. Да, мы, окей, хорошо, экспертов много, они хотят выступать, они хотят строить личный бренд, действительно, как ты сказала. Но предприниматели, да, их, они были вот так, ну, то есть по крупицам, да, они только единичные, да, кто сказал, поднял руку вверх и сказал о том, что да, действительно, я хочу выступать. Да, и после работы с тобой мы поняли о том, что фокус-то внимания должен теперь по большому счёту транслироваться, да, и быть сфокусирован на предпринимателях из реального сектора экономики. Да, но при этом сюда же идёт тренд. Да, да, мы видим, что у организаторов есть запрос на это. Да, организаторы хотят видеть реальных, как это, дуэров, тех, кто делает, а не тех, кто просто говорит о том, как надо делать. Да. Да, это класс. Почему имя «Голос бизнеса»? Подошёл ренейминг ассоциации, почему ты выбрала такое название? Ну, мы на самом деле с тобой, да, каким-то образом мозговым штурмом сидели, сидели, крутили. Мы это придумали на сессии, но мне интересно, почему ты взяла, что это для тебя значит? Голос бизнеса? Да. Ну, я считаю, что через голос бизнеса, когда бизнес говорит, когда бизнес проявлен, проявлен через своего собственника, как раз-таки происходит вот та магия, то, что хотели бы люди слышать. Да, поэтому и мы с тобой, да, нашли вот эту форму «Голос бизнеса», для того, чтобы реальный голос реального бизнеса был на сцене. И этот голос слышали люди, которые тоже из реального бизнеса сидят в зале и могут что-то себе там заметки сделать, записать, что-то взять, что-то унести и что-то в своём бизнесе сделать полезного. Поэтому, по сути, у нас каскад. То есть мы так или иначе влияем на бизнес, который выходит, проявляется, привлекает в себя внимание, а бизнес, который внутри, в аудитории, получает себе инструментарий и уносит это в свой бизнес и развивает свой. Сто процент проект. Я хочу показать ещё одну твою грань, очень важную для тебя, потому что Татьяна не только занимается ассоциацией «Голос бизнеса», у тебя есть другие интересы. Как ты служишь предпринимательству? Когда мы с тобой, опять же, в работе с тобой выстроили о том, что разные проекты, они направлены так или иначе на предпринимательство, вот этот проект Академии МСП, который уже больше года существует в Петербурге, который начал тиражироваться на всю страну, мы поняли, что он является таким мощным усилителем и таким апогеем той деятельности, которую, по сути, я делала. Я делала в консалтинге, помогала предпринимателям, я делаю голос бизнеса спикером предпринимателям, помогаю им точно так же выходить на сцену, решать какие-то бизнес-задачи. А Академия МСП – это федеральный проект, где мы помогаем предпринимателям по всей России получать прикладные инструменты, компетенции, навыки для того, чтобы развивать свой бизнес в том регионе, в котором они находятся, либо, может быть, выходить из своего региона. Поэтому Академия МСП – это опробированная практика, которая год существовала в Санкт-Петербурге, а сейчас получила поддержку и тиражирование на всю страну, и уже 8 регионов мы запустили. На момент записи этого интервью это уже 8 регионов, но там планы, я так понимаю, сколько? Все 89. Все 89 регионов тиражирования успешной модели поддержки малого-среднего предпринимательства, и ты возглавляешь это направление сейчас. Да, это образовательная платформа, это офлайн-площадка. Воронеж, Самара, Калининград, Новосибирск – это точка притяжения, где бизнес может говорить, где бизнес может получать инструменты, где бизнес может взаимодействовать с органами власти, где бизнес может получать ответы на свои вопросы. Вот такую точку притяжения в каждом регионе мы хотели бы развивать. Причем эта точка, она будет доступна. Это не закрытый бизнес-клуб с какими-то там сверхчленствами и так далее. Да, это абсолютно будет доступная история для любых предпринимателей в регионах. Тань, я восхищаюсь. Безвозмездно. Безвозмездно, да. Я восхищаюсь твоим масштабом. Я горжусь тем, что ты мой клиент, что я смогла сопроводить тебя вот в этот интересный твой год, перехода к масштабным формам. Я тогда про песочницу сказала абсолютно искренне и просто, что когда я, знаете, ты сидишь, обедаешь, и говорю, как дела, что ты делаешь? И я вижу вот такой масштаб, который пытается уместиться вот в конфигурацию. Помнишь, мы еще шутили, что твоя спикерская ассоциация, я даже не знала, что она твоя. Да. Да, я думала, что это некий филиал другой спикерской ассоциации. Я такая, в смысле это ты придумала? В смысле? Потому что для меня это был прям реально инсайт. Это такая вот несправедливость, отсутствие признания вот этого вклада, который ты делаешь. А я сидела и жадничала, да, никому не говорила. Да, 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 да. Сиди вообще не рассказывала, не проявлялась и так далее. И, друзья, в этом ролике мы, конечно, хотим подарить каждому из вас, и вот под этим видео размещена ссылка на демо-доступ, на наш спикерский модуль, где мой более чем восьмилетний опыт спикерства, именно как спикера, да. И опять же, вот до знакомства с Татьяной, я своих клиентов тоже, ну скажем, у нас есть специальная сессия в треке, где у нас есть сессия, это спикерство, где я, человек, готовлю на его какое-то одно выступление. Вот у меня есть выступление в плане. Моя задача сделать так, чтобы в этом выступлении были простроены все смыслы, которые мы заложили в бренд-бук. Вот. Теперь я понимаю, что у меня есть надежный партнер, который может взять эту историю под ключ. И для предпринимателя, на самом деле, это очень важно. То есть если вы предприниматель, то для вас спикерство – это не главная задача. Это одна из ролей. И, конечно же, если вы можете ее делегировать, автоматизировать, имеется в виду поиск мест, договоренность о выступлении, согласование тем, создание спикерского портфолио, подсъем там на выступлении, публикация это в виде поста или это в виде СМИ, то есть постфактум, да, каждое выступление – это информационный повод у себя рассказать, где это проявится, где-то ваша фамилия появляется и так далее. Вот это все делает команда Татьяны, в спикерской ассоциации вы можете оставить заявку и вы можете параллельно посмотреть наш демо-доступ на спикерский модуль, где Татьяна как раз показывает, как это выставить как систему. Вот для предпринимателя системные вещи очень важны, потому что там есть KPI, там есть, да, там есть бюджет, конечно, не за спикерство, а именно за организацию процесса, потому что вы везде, я правильно помню, выступаете бесплатно. Только бесплатно. То есть платить вам за то, чтобы вы стали спикером, не надо. Будут ли вам платить как спикеру, очень может быть, зависит от вашей карьерной линии. Спикерской стороне. Да, да, это зависит от стратегии. Мне платят. То есть у меня официально есть статья доходов от того, что я выступаю, я плачу с этого налоги, и это иногда бывают очень серьезные суммы, которые прям, ну, серьезные гонорары. Но это просто вопрос. Количество лет. Количество лет, количество статуса, количество техники, да. То есть вопрос, как начать, и имеете ли вы это в виду. Так вот, курс и спикерская ассоциация, если вы хотите через это проявляться. Тань, благодарю тебя за то, что ты приехала на съемку, что мы смогли этим поделиться, и за то, что ты выбрала действительно выйти из песочницы и уйти в принципиально другой масштаб. Я благодарю тебя, что ты являешься моим проводником, да, и учителем, релевантной такой моделью, за которой я наблюдаю, и очень здорово, что мы совместно можем делать, приносить пользу предпринимателям. Это важно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и, конечно же, пишите комментарии. Любая ваша реакция поддерживает этот канал. И для меня она очень важна. Благодарю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!